Привет, добро пожаловать на мой канал. Информация не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия или со слабой психикой. В этом видео я хочу высказать свое мнение о разных моментах. Я уверена, что обсудить это вместе с вами будет намного интереснее. А еще я буду очень рада, если мои видео смогут поднять вам настроение или немного отвлечь от жизненных переживаний. Ну что, друзья, давайте начнем. Я хочу выделить главные темы обсуждения, но скажу, что их будет намного больше. Самые главные темы. 1. Можно сойти с ума от Чангука, который сходит с ума, когда у него забирают Чимина. 2. Шоу Чимина и Чангука – это их не каминг-аут. Они в полной безопасности. Нам не нужно беспокоиться о том, что новое шоу может навредить военной службе Чимина и Чангука. 3. Брат Чангука был дома у Тэхёна? Не ищите знаки там, где их нет. 4. Никто не относится к Чимину так нежно, как Чангук. 5. Чангуку разрешено говорить с Чимином более неформально, или ему разрешено забыть, что Чимин старше его, или что. И это лишь некоторые темы, которые я хочу обсудить с вами. Я не буду называть сейчас все, иначе так просто не будет интересно смотреть. Флирт и то, как Чангук касается груди Чимина, а Чимин касается подбородка Чангука. Они действительно не могут не прикасаться друг к другу. Чангука буквально, мое сердце горит. Соседи активно распространяют это фото повсюду. Предположительно, брат Чангука был в гостях у Тэхёна. Соседи любезно пытаются привлечь внимание к якобы одинаковым люстрам. Но факт в том, что люстры разные. И еще у меня есть вопрос, почему брат Чангука взял с собой всех своих собак, чтобы сходить в гости домой к Тэхёну. Или брат Чангука сделал это специально, чтобы подать знак соседям. Это очень забавно, потому что в этом нет логики. В следующем моменте также нет логики. Соседи думают, что Чангук оставил тайный знак на обложке своего трека. Ну, очевидно, соседи думают, что братья Чон живут только для того, чтобы подавать знаки Вигукером. Живу в том дне, когда Чангук и Чимин пошли вместе на Мстителей. И то, что Чангук был в очках Чимина, я еще могу спокойно принять. Но не то, как он чекнул, кто там пишет его бойфренду. Кто-нибудь может вернуть Чангука, потому что я думаю, что его больше нет на этой планете, после того, как он увидел фотографию своего милого мужчины. Мы уже поднимали эту тему. Но многие люди боятся, что это новое шоу может навредить военной службе Чимина и Чангука. Люди думают, что это шоу их каминг-аут. Но это не так. Это шоу абсолютно безопасно для Чимина и Чангука. Если бы там было что-то странное, то все это банально просто вырезали. Просто еще одно рассуждение на эту тему, а также о том, как настоящий каминг-аут повлияет на жизни Чимина и Чангука. Гипотетически. Я не думаю, что шоу это их каминг-аут. Я думаю, шоу должно показать то, что мы уже знаем, и что является одним неопровержимым фактом, что Чимин и Чангук очень близкие друг другу люди. Я надеюсь, что это поможет тем, кто знает о них и не знает, принять их близость не просто как коллег по работе в группе, а как очень близкий дуэт внутри группы. Фандом в целом, если бы они были, несомненно, известны как романтическая негетеросексуальная пара, не принял бы их полностью, как мы бы поверили в 2024 году. К сожалению, одна из вещей, которая приходит вместе с бойбендами, это фанатки в разных формах. Фанатки, которые независимы от их близости к участнику бойбенда, их статуса отношений, их возраста, чего угодно, навязывают им свои желания, убеждения и идеалы. Они боготворят своего кумира. К сожалению, большинство поклонников бойбендов и фанатов BTS боготворят их, фантазируют о них. Поскольку гетеронормативность так укоренилась в их мышлении, они не могут видеть своих кумиров иначе. Что еще они могут сделать, кроме как добиться успеха, а затем иметь жену, детей, домашних животных? Если нет, то кумир останется плохим парнем-лавеласом из их фантазий, даже седым и слабым. Для слишком многих людей в мире и слишком многих в фандоме, быть геем в первую очередь считается дефектным. Верить в это об их кумире было бы неправильно в их глазах. Если бы это было доказано, это вызвало бы массу негативных эмоций, мыслей и действий. Самое простое – покинуть фандом. Я выросла и окружена культурой, похожей на консервативную культуру Южную Корею, когда дело касается почти всего – гендерных ролей, сексуальности. Я – меньшинство из культуры, которая юридически, религиозно и социально угнетает квир людей. Я могу без корейского мужского элемента полностью понять, как быть скрытой в Южной Корее. Однако я не могу понять, как быть знаменитостью любого рода, не говоря уже о знаменитости такого масштаба. Тема ориентации очень сложна. У каждого человека свое мнение. Из контекстных подсказок многие люди предполагают, что Чимин бисексуал, ничего прямого и явного он не говорит. Многие сделали такой вывод благодаря его творчеству. Есть и другие предположения, связанные с его гендерным самовыражением и идентичностью. У нас есть свидетельство того, что он нарушает мужские стереотипы, и я понимаю его так. Он растет и определяет свое понимание того, что такое быть мужчиной. И это не то, что считает общество, в котором он вырос. У меня свои взгляды на Чангука и его ориентацию. Однако не все чувствуют необходимость навешивать на них ярлыки или решают это сделать. И в случае с Чимином и Чангуком у нас нет никаких доказательств, только предположения. Так что Чимин и Чангук могу не чувствовать необходимости выходить из шкафа, потому что они могут не навешивать на себя ярлыки и чувствовать необходимость сделать это достоянием общественности через официальное заявление, интервью, на телевидении. Пока что я не думаю, что они бы сделали это, если бы захотели когда-либо совершить каминг-аут в виде публичного официального заявления. Они бы просто жили своей жизнью и позволяли людям думать, что им хочется. И если бы они когда-либо это сделали, то, скорее всего, это произошло бы, когда группы больше не будут постоянно активны, учитывая, что они хотят выступать в круизах в свои 60 лет, кто знает, когда это когда-нибудь случится. Некоторые из моих друзей думают так же, как я, а некоторые думают, что они полностью совершат каминг-аут в один прекрасный день, а не через десятилетия в будущем. Такая тема – это то, на что я не могу ответить коротко. Я даже близко не закончил то, что мог бы сказать, это так много нюансов, и есть так много всего, о чем можно было бы поговорить, но это и так уже многословно. Давайте поговорим о том, что Чангуку и Чимину всегда необходимо держаться за руки. Привычка! Тебе проводится за руки. В Hersиups Тебе человека Здрасте 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 и О А А переживать С С Вопрос для Чимина. Если бы вам дали три желания, чтобы вы загадали? Ответ Чимина. Сначала, пожалуйста, исполните еще сто желаний. Начиная со второго желания, мы будем говорить о каждом маленьком желании. Позвольте мне летать в небе. Это же такая мелочь. Пусть мое тело будет здоровым. Пожалуйста, остановите старение в 28 лет. Дайте мне билет на суперкар. Дайте мне способность исцелять людей. Быть здоровым – это самое лучшее. Дайте мне телепортацию. Позвольте мне дышать в космосе. Пожалуйста, не позволяйте мне чувствовать жару или холод. Пожалуйста, позвольте мне быть в порядке без сна. Пожалуйста, пусть я всегда буду красиво петь и танцевать лучше всех в мире. Легкая улыбка Чангука, когда Чимин поет, я не остановлюсь, даже если они будут надо мной смеяться. Легкая улыбка Чангука. Можно сойти с ума от Чангука, который сходит с ума, когда у него забирают Чамина. Тот факт, что эти два парня в настоящее время служат бок о бок в пятой дивизии армии, делает этот документальный фильм еще более особенным. На ноги Чамина, когда он танцует, можно залипать вечность. Серьги Чамина, Харанг, рука Чангука на ноге Чамина здесь. Новости о других участниках. Нам Джун и Джухон из Монста Икс появились на одном военном мероприятии. Они в настоящее время проходят службу в армии и часто видятся вместе во время их обязательной службы. Оба айдола размещены в 15-й пехотной дивизии в Хвачоне, провинция Канвандо. Джухон служит инструктором, а Нам Джун — членом военного оркестра. Недавно они привлекли внимание, опубликовав фотографию из фотобудки. Недавно Джухона и Нам Джуна снова заметили вместе на военном мероприятии, что вызвало новую волну восторга у фанатов. Армия забирает всех мужских айдолов. Министерство обороны сошло с ума. Так интересно видеть их вместе на одном фото. Они также сделали снимки в фотобудке. Это так круто! Они оба потрясающие. Министерство обороны должно немедленно отпустить этих горячих парней. Между тем, Джухон поступил на службу в июле прошлого года и планирует демобилизоваться в январе 2025 года. Нам Джун последовал за ним в декабре прошлого года, его демобилизация ожидается в июне 2025 года. Помните, когда Чимин допустил ошибку в своем предложении, вместо того, чтобы сказать «Я никогда не забуду сегодня», он сказал «Я никогда сегодня», и как он посмотрел в глаза Чангука, мило шлепнув себя по щеке, и Чангук, который знал, что он совершил эту ошибку, я думаю, он даже рассказал об этом Джину, а затем Чимин подбежал к нему, чтобы обнять. ЧИНИ Сначала посмотрите этот момент, а потом мы обсудим его. В этом клипе, где Чимин, Ченгук и Джин ждут выхода на сцену для репетиции, где Ченгук повторяет «давай, уже пойдем сейчас», а Джин говорит ему, что еще рано. Ченгук ведет себя немного нахально, и Чимин вмешался, спросив, так ли нужно говорить с Джином, ведь, как все знают, уважение к старшим в Корее воспринимается очень серьезно. Я думаю, очевидно, что Ченгук обращался к Джину, и когда Чимин сказал это, он ответил «О, я обращался к тебе». Чимин удивился, застенчиво засмеялся, и Ченгук тоже засмеялся. Меня интересует, почему Ченгук так сказал, если Чимин тоже старше его. Почему с Джином так говорить нельзя, а с Чимином можно? Ченгуку разрешено говорить с Чимином более неформально, или ему разрешено забыть, что Чимин старше его, или что? Это также заставляет меня задаться вопросом, услышим ли мы много Чимина в шоу. Никто не относится к Чимину так нежно, как Ченгук. Никто не заботится и не беспокоится о Чимине так сильно, как Ченгук. Никто не может любить и защищать Чимина больше, чем Ченгук. И это несложно понять, нужно просто полюбить их. Продолжение следует... Освежающий и романтический голос Чимина находит отклик в Сеуле. Выпущен концертный клип. Чимин представил специальный лайв-клип с живыми исполнителем и музыкой. Чимин выпустил лайв-клип на песни Rebjord и Slow Dance из своего второго сольного альбома Muse на официальном канале группы на YouTube. Это видео было снято на крыше высотного здания в центре Сеула. Чтобы передать освежающую и романтическую атмосферу двух песен, Чимин выступал с живой группой на открытом воздухе, где он мог с первого взгляда насладиться открытым видом и небом. Чимин выразил эмоции, которые с течением времени углублялись, используя разное время съемок каждой песни. Во-первых, живое исполнение Rebjord, повествующее о волнении и влюбленности, происходило на фоне закатного неба. Слова «Ты свет в моей тьме». Как атмосфера, которую светит солнце, мягко распространяясь, и небо с оранжевым оттенком прекрасно сочетаются. Затем Чимин спел слоу-данс с участием Софии Карсон на фоне ночного города. Тексты песен, изображающие мерцающие огни и моменты углубляющейся любви, усиливают романтическую атмосферу. В частности, американская певица и актриса София Карсон, участвовавшая в этой песне, неожиданно появилась в клипе и привлекла внимание. София Карсон посетила Корею только для того, чтобы снять этот концертный клип. Захватывающий высокий голос Чимина, хриплый тон Софии Карсон, богатое выступление живой группы и яркий ночной вид в совокупности создали сцену, похожую на кино. Тем временем, Чимин покоряет мировой музыкальный рынок своим новым альбомом Мьюз и заглавной песней Ху. Песня Ху занимала первое место 11 дней подряд в рейтинге Daily Top Song Global на Spotify, крупнейшей в мире платформе потоковой передачи музыки. Он также занял первое место в рейтинге Weekly Top Song Global, который был объявлен 2 числа и оставался на вершине 2 недели подряд. Эта песня вошла в главный песенный чарт США Billboard Hot 100 под номером 14, а Мьюз занял второе место в основном чарте альбомов Billboard 200. Не могу поверить, что прошло уже два года с тех пор, как мы видели, как улыбка Чангука так мило расцветала на его лице, пока Чимин говорил, что он из второго класса номера 15. Бедро Чимина просто существует. Мозг Чангука, погладь бедро Чимина очень нежно. Мозг Чангука, погладь бедро Чимин говорит, что он из второго класса номера 15. иногда не нужно думать слишком много, а просто принимать то, что нам дают. Не знаю, что за отношения связывают Чимина и Чангука, и не знаю, будут ли они в этом шоу навязывать или развенчивать то, что между ними происходит, но все, что я знаю, это то, что Чангук глубоко влюблен в Чимина. Я даже не шучу, вы не можете сказать мне, что у этого человека нет каких-то скрытых чувств. И это только на основании анонса их шоу «Взгляда в его глазах». Он смотрит на Чимина, как будто смотрит на звезды на небе. Мой вам совет, действительно научиться получать удовольствие, находясь в отношениях с пейрингом, дуэтом или предполагаемой парой. Думать не только о них, но и об их собственном шоу через рамку навязывания или развенчивания, это уже проигрышная игра. Я никогда не пойму необходимости в каком-либо виде утешения, которое я постоянно вижу в кругах людей, которым нравятся Чимин и Чангук. Излишнее объяснение, потребность в определенности, постоянные попытки придумать рациональное объяснение, каждая теория должна быть пуленепробиваемой и так далее. Это ни к чему не приводит, кроме как к циклу поведения и потребности в сверхкомпенсации, чтобы не походить на пульт. Оглянитесь вокруг. Бесчисленное множество пейрингов в BTS, и ни один из них не приближается к Чимину и Чангуку, и каким-то образом это никогда их не останавливает. Это будет забавным шоу, которое покажет нам Чимина и Чангука такими, какими мы их знаем. Дуэт, который всегда ладил, был развлекательным и который каким-то образом умудрялся заставлять нас, по крайней мере, поднимать брови каждый раз, когда они рядом и разговаривают друг с другом. Дополнительное давление того, как вы или другие их воспринимаете, пустая трата времени. Независимо от характера и их отношений, это контент о путешествиях, который будет выпущен на известной потоковой платформе, пока Чимин и Чангук проходят военную службу. Из всего, что мы видели до сих пор, нас ждет 8 эпизодов хаотичного и веселого дуэта. Давайте ценить это, не устанавливая нереалистичных ожиданий. И да, Чангук по уши влюблен в Чимина. Я это принимаю. Туториал от Чангука, как носить Чимина на руках. Критик Ким Янди похвалил Чимина в эфире Эпс ФМ Найт Радио с ведущим Усоком. Усок сказал, его голос словно резинка, и он очень хорошо использует эту упругость. Янди сказал, с точки зрения продюсеров, это именно тот голос, с которым они хотят работать. Чимин, начиная с РБТС, это фея интро. Когда он поет всего 4 слога, не пай тем нанмал, это оказывает большое влияние. Есть причина, почему Ху за главный трек. Он начинается с мощного интро, его голос привлекает людей к песне, а основная мелодия привлекает внимание широкой публики. Затем идет пронизывающий высокая нота, фальцет, что является одной из сильных сторон Чимина. Эта песня демонстрирует все сильные и очаровательные стороны Чимина. А песня Сорендипити. Во время выступления 60 тысяч зрителей просто замолкают и сосредоточенно следят за ним. Это действительно невероятно. Это по-настоящему захватывающее выступление, в котором и заключается сила этой песни, сила Чимина. Его вокальный тон с самого начала песни поражает. Когда человек поет всего одну ноту, и люди говорят, о, кто это? Такой захватывающий вокальный тон на самом деле является даром. Что касается Чимина, никто не может перепутать его голос, потому что он настолько уникален. Из-за этого, даже если композитор даст ему обычную часть, его исполнение звучит особенным образом. Я думаю, в этом его сила. Чангук подставляет руку, чтобы защитить Чимина от удара, когда он стал падать. Реклама Calvin Klein. Тиктоки без футболки. Пиджак на голое тело в 3D. Открытые татушки и пляжные шорты в трейлере к тревел-шоу Чигу. Пять звезд. Но джинсы с вырезами на бедрах. Вот эта эра сделала что-то с каждым из нас. Чангук тот тип парня, который со всей серьезностью посмотрит в глаза Пак Чимину перед броском баскетбольного мячика в кольцо, прошептав этот будет для тебя, малыш, и промахнется мимо этого кольца ко всем чертям.